Вторая часть статьи Сергея Глазьева ЛВПК за 3 июня 2020 года. Стратегия создания маяков. Социальное партнерство. В отличие от административных директив, планировавшихся сверху в централизованной плановой системе, индикативные планы и программы развития экономики нового уклада не должны содержать принудительно устанавливаемые и обязательные для исполнения хозяйствующими субъектами задания. Плановые ориентиры необходимо разрабатывать с участием и с учетом предложений деловых кругов и научного сообщества. Сама процедура разработки плана преследует цель формирования общенационального консенсуса в отношении приоритетов социально-экономического развития страны и опирается на работу институтов социального партнерства. Дополняя механизмы рыночной конкуренции и стратегическим планированием, государство содействует снижению неопределенности и неустойчивости рыночной конъюнктуры, помогает предприятиям ориентироваться в перспективах развития производства и вовремя осуществлять перераспределение капитала в освоении новых технологий и рынков сбыта. Индикативные планы не препятствуют свободному целеполаганию самостоятельных хозяйствующих субъектов, а выполняют для них функцию маяков, указывающих перспективные направления изменения экономической конъюнктуры и экономической политики. Критически важной задачей при формировании долгосрочной стратегии развития страны является четкое, увязанное с имеющимися ресурсами определение технологических направлений, где целесообразна ставка на лидерство, догоняющее развитие или динамическое наверстывание. В условиях технологической многоукладности российской экономики оптимальной является смешанная стратегия с элементами стратегии лидерства там, где имеются конкурентные преимущества, с элементами стратегии модернизации экономики там, где требуется восстановление инженерного и конструкторского потенциала. Для эффективности работы системы стратегического планирования необходимо ввести нормы ответственности за достижение планируемых результатов и связать с ней инструменты макроэкономической политики. Решение первой задачи требует установления правовых норм экономической ответственности организаций и административной ответственности руководителей за выполнение целевых показателей развития. Вторая предполагает формирование регулируемых государством контуров управления налогово-бюджетной денежно-кредитной и налоговой политики. Ориентация налогово-бюджетной политики на цели развития предполагает снижение налоговой нагрузки на все виды инновационной и высокотехнологической деятельности, а также приоритетное выделение бюджетных ассигнований на поддержку критически значимых для становления нового технологического уклада государственных расходов. В налоговой сфере следует исходить из структуры формирования национального дохода, основным источником которого в настоящее время является природная рента. Для ее изъятия государством, как собственником недр, обычно применяется налог на дополнительный доход у недропользователей, который в России подменен налогом на добычу полезных ископаемых. Однако последний по законам рыночного ценообразования включается в цену продукции и фактически является налогом на потребление энергоносителей природного сырья, ухудшая конкурентоспособность по обрабатывающей промышленности. В отечественных условиях лучшим способом изъятия природной ренты в доход государства являются экспортные пошлины, которые не обременяют внутреннее потребление. Еще один фундаментальный недостаток налоговой системы – это универсальное налогообложение доходов граждан по ставке вдвое ниже налога на прибыль предприятий. Это нарушает базовый для общественного сознания принцип социальной справедливости и стимулирует переток доходов из производственной сферы в потребление. Необходим налоговый маневр по введению прогрессивной ставки налогообложения доходов, компенсируемый введением ускоренной амортизации, снижающей налогообложение прибыли, направляемой на приобретение оборудования. Это позволит увеличить объем инвестиций на 5 триллионов рублей при восстановлении общественной поддержки в фискальной политике государства. Несущие отрасли нового уклада Переживаемая в настоящее время технологическая революция требует освобождения от налогообложения всех расходов на НИОКР. Многие страны выплачивают налоговые премии предприятиям, реализующим инновационные проекты в перспективных направлениях роста нового технологического уклада. Исходя из его структуры и опыта передовых стран, необходимо как минимум полутократное увеличение государственных расходов на здравоохранение и образование, являющихся несущими отраслями нового технологического уклада, а также двукратное увеличение ассигнований на НИОКР. При этом увеличение финансирования следует концентрировать на перспективных направлениях развития нового технологического уклада, в которых российские организации имеют конкурентные преимущества. В частности, необходимо на порядок увеличить финансирование научных разработок в сфере молекулярной биологии, генноинженерии и клеточных технологий, изготовление нанотехнологического оборудования, цифровых, лазерных и аддитивных технологий, гелиоэнергетики, нанопорошков и новых материалов. Очевидным направлением бюджетных расходов с высокой экономической эффективностью является модернизация транспортной, телекоммуникационной, энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Многие критически важные для становления нового технологического уклада расходы, включая финансирование фундаментальных и поисковых исследований, могут быть осуществлены только при бюджетной поддержке. Важной составляющей бюджетной политики должна стать ориентация госзакупок на приобретение высокотехнологической продукции, главным образом отечественного производства. В период реализации антикризисной политики не следует жестко ограничивать дефицит бюджета, финансируя его за счет внутренних источников и покрывая рост государственных заимствований путем эквивалентной эмиссии денег на рефинансирование коммерческих банков под залог гособязательств. При этом доходность последних не должна превышать среднюю норму прибыли в обрабатывающей промышленности. Именно таким образом действуют все развитые страны, эмитенты мировых валют. Например, основным каналом денежной эмиссии ФРС США до 95% и Банка Японии около 85% является покупка государственных долговых обязательств на внутреннем рынке. Европейский Центробанк имитирует триллионы евро под покупку государственных обязательств стран зоны евро, а в антикризисных целях даже облигаций системообразующих корпораций. Одновременно центральные банки осуществляют льготное рефинансирование банков-агентов правительства под гарантированные государством инвестиционные проекты, ипотеку, национальные и региональные программы. Причем денежная эмиссия под государственные обязательства осуществляется на длительные сроки до 30-40 лет, в течение которых купленные ЦБ-бумаги хранятся у него на балансе, а выпущенные под них деньги работают в экономике. Незначительная роль, которую играют в настоящее время российские госбумаги в формировании рублевой финансовой системы, менее 5% накопленной рублевой эмиссии Банка России, а также расширяющийся объем долговых обязательств российского правительства в евро указывают на чрезмерную зависимость России от мировой конъюнктуры и внешних источников финансовых ресурсов. С другой стороны, показывают большие возможности расширения российской финансовой системы на национальной основе. Для расширения рынка государственных заимствований необходимо прекратить использование облигаций и депозитов Банка России, вернув их владельцам вложенные средства. В отечественных условиях лучшим способом изъятия природной ренты в доход государства являются экспортные пошлины, которые не обременяют внутреннее потребление. Сергей Глазев, научный руководитель Центра исследования долгосрочных закономерностей развития экономики при Финансовом университете, академик РАН. Это была вторая часть статьи «Стратегия создания маяков». Редактор субтитров А.Семкин